Всем привет! Вы с Олегом Соскиным на новом большом канале. Сегодня уже 14-е, 10-е, 2023 год. Обсудим ключевую тему. Она будет все более занимать пространство мировое, геополитическое и влиять на все мировые процессы. Естественно, прежде всего и в Израиле, и в Украине. Итак, Соединенные Штаты Америки. Обостряется чрезвычайно борьба. По сути, Конгресс уже обездвижен. Собственно, он не может принимать никаких решений, поскольку Нижняя Палата Конгресса, Палата Представителей, она не имеет спикера. После отставки Кевина Маккарти, который предал республиканскую партию, пошел на сговор с Байденом. По сути, были сепаратные переговоры. И позволил Байдену продлить свою агонию до 17 ноября. Потому что должен был быть у них приостановка финансирования. То есть, был бы полный паралич государственной власти. К сожалению, Кевин Маккарти почему-то решил поддержать именно вот этот клан Байдена, Обам и Клинтонов. Ну и врагов республиканской партии и ее несомненного тотального лидера Дональда Трампа. То есть, это, конечно, ну это предательство, ренегаты, они везде предатели, ренегаты, конформисты, вот эти, которые думают, что они чем-то могут там добиться своими вот этими погаными, такими сепаратными, вонючими терками. Вот они привели к этому. В результате Кевина убрали, его же предали сами демократы, которых он поддержал, они проголосовали полностью за его отставку, думая, что таким образом они отодвигают импичмент Байдена. Про начало процедуры. Но получилось, что они, ну опять-таки, вот тупые. Ну что сделаешь? Конъюнктурно тупые бюрократы, совершенно уже не соображающие, не могут ничего дальше просчитать, не владеют ни методиками стратического управления, ни теорией и практикой революционных войн, кризисных ситуаций, кризисного менеджмента, не видят за горизонтом. Что такие примитивные люди вот этой толчка, толчка, терок, договоренности, оно не работает сейчас, это все уже не работает. Это все люди, которые не нужны уже, вот эти все элиты старые, заплесневелые, они уже будут отходить, они уже никому не нужны. Приходит время совершенно других, других лидеров, других, другого всего. Но империи должны рухнуть, империи вообще не должно быть. Ни Московской империи, ни Вашингтонской империи, ни Лондонской империи, никакой, ни Европейского союза, это все отжившие структуры. Ни Китая этого, ни Индии, это все должно опять спокойно распасться на автономные такие мобильные системы, которые будут называться свободные полисы намадов, можно даже так сказать. Вот и все это было и в Европе, и в Индии, и в Китае, и на территории США это было, и на территории Туманного Альбиона, этого острова. Вот это все было, и поэтому это время близится. Оно и Германия была, прекрасно функционировала на уровне разных там свободных городов, курфюрств и прочего. И это возвращается. И Русь, Украина была замечательно организована через свободные города, народные вещи и так далее. И вот, ну а Московия сам, как говорится, это все должно само собой, она вообще должна распасться, потому что она не может, как эта агломерация искусственная функционировать. Но давайте про США, то есть фактически что мы имеем? Имеем, что Скалис себя снял, потому что я вам уже сделал видео про это, он не может набрать. Надо набрать 217 голосов. Понятно, что демократы же голосовать не будут, поэтому надо набрать практически полностью республиканскую фракцию. Ну там может быть какой-то объем людей не будет, но все равно надо набрать большинство. Уже 10 дней Нижняя Палата без спикера. И она не может принимать ни вопросы бюджета, рассматривать, ни какие-то специальные программы. То есть надо сейчас деньги выделить Израилю. Ну типа и украинные же вопросы вообще не могут рассматриваться. Они должны идти отдельным теперь законом. Отдельным, не совместно с Израилем, а отдельным. Я вот это подчеркиваю. И Израиль, конечно, не согласится, чтобы его деньги рассматривались вместе с Украиной. Потому как тогда его шансы на получение денег значительно падают. Это все должно происходить в двух палатах. Одна палата вырублена. В Сенате у демократов где-то преимущество в один голос. Притом есть там трое независимых, которые не являются членами, вышли из Демпартии. Но они поддерживают большинство Демпартии в Сенате. То есть там тоже по сути раскол Сената. Ситуация в Нижней Палате следующая. Я думаю, что республиканцы в результате внутренних голосований у них выиграл Джордан. Он является конгрессменом от Агая. И, соответственно, он сейчас где-то имеет порядка... Это Джим Джордан имеет порядка, ну, я думаю, 155 голосов у него. Может, больше есть. У него есть сейчас суббота, воскресенье. А ему надо 217. Но 55 республиканцев пока не поддержали его на выборах всей палаты. Не поддержат. Ну и как бы есть такая сложность определенная. А ему надо 217 голосов. Тогда есть временный спикер, этот Патрик МакГенри. И есть, создали такую из 10 человек, там, представителей Демпартии, конгрессмены типа от республиканской, которые, как бы, хотят принять какие-то, сделать такие умеренные типа законодательств в обеих партиях, что надо принять критически важные законы, потребуется расширение прав вот этого временного спикера. Но как они его проголосуют для расширения его прав? Это невозможно, понимаете? И поэтому, собственно, они хотят принять закон, чтобы можно было разрешить финансирование правительства до 11 января. А у них 17-го где-то сейчас, ноября, уже все, это будет или даже раньше 15, ну, неважно. В середине ноября этот у них будет уже полная остановка финансирования. А что ж там, это уже сегодня 14-е, то есть месяц остался. И они ушли вот это на субботу-воскресенье, и Джордан должен со всеми, он был одним из первых лидеров вот этого кокуса правого крыла республиканской партии. Он полностью выступает против финансирования Украины. Он поддерживает Трампа, Трамп поддержал его. То есть, это очень, он организовал начало процедуры, он возглавляет юрокомитет, и он организовал начало процедуры импичмента Байдену. Импичмента Байдену. И фактически инициировал новый круг для расследований против сына Байдена, Хантера, и против брата Байдена, Джо Байдена. То есть, фактически, это очень серьезная фигура, мощная фигура с новой популяцией. И он, вот имея час субботу-воскресенье, чтобы набрать вот этих 217 голосов. Тогда возникает вопрос, ну хорошо, а если он вдруг не набирает, тогда что? Тогда будет полный развал Конгресса США. Этого еще не было, конечно, такого. Ну, во всяком случае, я при моей, так сказать, истории жизни на этого я не помню, чтобы такое было. Может, в какие-то периоды там было, в 19 веке или когда. И это означает, что, по сути, Конгресс будет полностью парализован. Тогда что? Новые выборы будут или Конгресса, или как? Республиканцы оказываются в очень сложной ситуации. Если они не поддерживают этого Джордана, как известно, официально поддержал Трамп. Если они Джордана не поддерживают, тогда и будет полный тупик, тогда Трамп говорит, ну окей, я... Он уже себя предлагал, говорит, если будет тупик и не могут избрать, тогда давайте меня избирайте временным спикером на этот период времени, чтобы разрулить ситуацию. Может быть и такое, вполне возможно. Ну, понятно, что Трамп, как говорится, пасти задних не будет. И он тогда этому Байдену надает так по сусалам, что мало не покажется. А тут произошла новая проблема. Упал же Байден опять на ступеньках, где-то там в Филадельфии выступал или что там и упал. Вот, ну споткнулся, в общем, опять у него инцидент. Кстати, Лукашенко тоже очень тяжело споткнулся, но сказал, что не дождутся, когда его спросили, как это понимать. Таким образом получается серьезнейший кризис внутри системы. Трамп, конечно, является абсолютно ведущим в республиканской партии. Уже никто ему противостоять не может. Ну и последняя еще такая родзинка. Джон Кеннеди в начале вот этой недели, что проходит. То есть, это получается у нас там 12-13 пятница, 12-11 среда. Получается, 11-10 числа он выдвинул себя к независимым кандидатам в президенты США. По разным оценкам его уже поддерживают от 14 до 18 процентов избирателей. Это очень много. Он становится конкурентом и для тех, и для иных. То есть, США входят в зону турбулентности со всеми вытекающими последствиями. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok